добрый вечер у меня уже вечер мне сейчас нужно по-быстренькому приготовить нужно сделать поскольку сейчас такой опасный сезон витаминки которые мы будем принимать всей семьей я сейчас перекручу лимоны добавлю медика у нас вообще любят лимоны и вообще любят мед а это все вместе смотрите целая куча 5 наверное я взяла лимонов или 6 не знаю на вообще немного сделали сделала когда вчера наверное литровое видео нет литрового там получилось 4 лимона я перекрутила пол-литра получилось с медом развели и все ведь уже пустое уже вымыто все стоит я еще поделюсь баночку сразу бабушки наши бабушка любит такое когда перемешана перекручена лимон с медом если меда конечно не набухать прям совсем сильно то не чувствуется неприторности это для тех кто не любит может быть мед не переносит ни кислоты лимона тоже не чувствуется это для тех кто любит мед но как-то лимон не очень-то хочет мы перекручиваем мы перекручиваем добавляем меда у меня милана все едят лимоны у нас любят все прям мы нарезаем тоненько конечно тонюсенько целую тарелку большую такую посыпаем сахаром и у нас все это съедают лимоны любят мед любят все кроме кроме миланы она его не есть вообще категорически ложку бывает вытрешь не намажешь немножко просто пустую ложку от меда вытрешь а булку она это почувствует и она это не будет уже есть а это ей предложили но не сказали что там вот будешь милан буду есть удовольствием вкусно надо вкусно а куда я перекручу это тарелочки на будет мало сейчас я быстренько перекручу ну конечно же ну конечно же никого я таким рецептом не удивила вообще ничего ничего посередине подставила медик наш ничего нового здесь нет это можно это можно и добавлять чай и в чай добавляю с утра ребятам всем вообще школу когда собираю их а в смысле ну в школу готовлю им с утра поесть это можно на булку на какой-то пирожок на что угодно нам нам намазать это можно добавить и в кружку и это можно намазать на что-то на какой-то хлебушек на булочку так же вообще отлично я лимона кстати не ем не ем там не ем так как едят мои дети лимона дети очень а вот мне очень хорошо что вот такой вот в чистом виде как всем я режу просто сахарочком я съем 1 2 потому что только потому что понимаю что это нужно есть тем более в такое время и не в такое время зимой это в любое время нужно было есть а вот это можно съесть много ну много понимаем что много не нужно отлично 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 сейчас переложу и в эту баночку и бабушке чуть поменьше баночка там замечательно убираем холодильник она у нас переночует только ночью все так это я сделала все хорошо отлично так ладно я разберусь почему переключила на мясорубке ну потому что потому что вы знаете что случилось с моим блендером который так и валяется что валяется не знаю как то была надежда что хоть как то можно вставить но но никак выкидывать он не вставляется никак не закручивается здесь скорее всего какие то вот эти вот штуковинки наверное сломались какие то какая то где то резьба скорее всего у нас у нас случилось такое происшествие поэтому я кручу на мясорубке быстрее бы наверное может быть было бы делать блендером а может не быстрее а может и лучше в таких количествах каких делаю я может быть на мясорубке сделать проще ладно смотрите теперь что мне нужно также вымачивать я теперь не протираю сыр пьяная коза я его вымачиваю опять написала мужу та бутылка уже кончилась опять написала мужу купить хоть какое-нибудь вино сухое красное да так я назвала да сапирави грузинское вино купил купила и теперь оно с этой штукой с пробкой а что про у нас нет естественно смотрю получится ли применить лайфхак приступим ай продавила туда ну ладно вы такое не видели в чем смысл дальше нет можно и туда утопить да мне оно мне ну понятно что не надо наверное чтобы там пробка упала сюда да вот а не вот мало вкрутила ай она убегает все все ничего у меня не получилось я ее просто пропихнула туда да ну так тоже можно да ничего ну ничего остался сверху а так она мешает да это у нас из серии а что так можно было все все теперь он у меня будет вымачиваться нашла наконец-то подходящую кастрюльку потому что ведер полно просто полно которые слишком большие слишком большие понимаете это нужно мне сколько бутылок вина туда залить так так часика на два оставлю так потом переверну оставлю на два часика и потом уже уберу в холодильник ну давайте покажу наверное что тут происходит уже по разочку я его вымочила вымочила да странное какое-то слово вымочила нормальное слово да нет не странно вымачивала ну как мне так спокойней а то вдруг я уже по разочку я его вымачивала вот теперь конечно до конца не достает а в смысле на полную высоту не хватает нужно быть чуть поменьше по уже кастрюлька но у меня уж нет я уж подбирала подбирала есть ли совсем которые только туда пихнешь по краям наоборот места не остается чтобы залить туда вино а есть вот такие побольше но это самый подходящий вариант потому что все остальное у меня еще больше давайте я вам сейчас покажу это и вот видите как уже выглядит пьяная коза неравномерно ну неравномерно потому что я только вымочила да что же мне это слово так не нравится вымачивала один раз я попротирала попротирала и поняла что если протирать вот такой цвет будет очень долго очень долго может быть ладно я вам показала да было интересно посмотреть я думаю может быть чем дороже вино я так думаю ну то есть я я говорил уже мы не пьем вообще уже больше 20 лет и я вообще не специалисты в винах и если так порассуждать наверное чем вино дороже если вино какое-то такое дорогое прям какое-то такое ну прям вообще замечательное наверное оно будет более насыщенное и вкусом и цветом ну я так подозреваю да я так думаю вот поэтому если бы было дорогое вино сколько это стоит я не знаю но в первый раз у меня наверное было вообще дешевенькое вино ну потому что я говорила мужу чтобы он купил любое любое сухое красное он спрашивал меня какое я сказал любое вообще просто любое но потом я уже сразу поняла что совсем дорогое я не буду там больше тысячи какой-то просто чтобы вымочить сыр опять вымочить нет а нормальное слово да чего что я процепилась к этому слову то нормальное слово конечно чтобы вымачивать сыр там покупать какую-то за тысячу для вина дорогая цена средненькая я не буду конечно вполне можно обойтись и чем-то другим потому что ну потому что вкус оно и так дает а вот первый раз муж купил я так подозреваю потому что было с такой железной пробочкой вот ну все я и вылила а это уже я так думаю что оно немножко подороже да сколько стоит вообще понятия не имею здесь не написано а я не спрашивала сейчас посмотрим какой будет становиться цвет даже от того от дешевого вина когда сыр стоял в холодильнике когда уже выветрился очень сильный запах от вина ну он я уже говорила да об этом рассказывала что я уж на что мы люди которые не пьем вообще очень много лет ну вообще половину своей жизни ну а больше двадцати лет и ну мне не кажется этот запах противно прямо вообще не кажется нормальный такой как вином естественно пахнет но не противно и даже от того другого вина когда уже выветривался там за день допустим этот запах а когда открываешь холодильник нюхаешь его такой изумительный фруктовый фруктовый вкус не скажешь это какое-то вино противное вот даже если я не пью даже если мне это фу прям все понимаете вообще по запаху такой изумительный очень вкусный очень приятный очень насыщенный такой ну прям фруктовый фруктовый такой ну очень вкусный запах запах я имею ввиду так то мы еще не пробовали и не скоро будем пробовать вот все свои мысли я все сказала да ну конечно если не жалко можно купить что-то и подороже но но если сильно жалко то можно можно и не надо покупать так все это остается стоять это я сейчас перекладываю по баночкам машинку минута машинку мне нужно разобрать разобрать помыть все давайте я я чтоб я и вас не задерживать вкусно штучка правда не такая резкая не такая ядовитая и для тех кто не любит мед и для и для тех кто не любит мед но любит лимон и для тех кто не любит лимон но любит мед здесь как-то такая золотая середина что прям вот так вот сильно не чувствуется ни то ни другое спокойно даже вот видите я кислая меня передергают прям вообще дети мои едят спокойно меня же я вся издергаюсь поэтому я особо и не ем лимоны а вот такую вот штучку такая смесь прям очень хорошо мне заходит правда очень лучше конечно не болит но чтобы не болеть нужно поддерживать свой организм чтобы в нашем организме чтобы в нашем организме было достаточное количество витаминов и опять у меня сегодня как всегда по расписанию 2 индюка их мне нужно разрезать попробую тушенку делать их мне нужно разрезать на части на все равно на какие и и потом я срежу все мясо пакет говорила сейчас варю картоху индюкам туда бросаю вот эти вкусняшки пиорышки всякие вот эта чашка у меня пойдет на тушенку пока я срезала только грудинки это на суп это собакам тут отходы пока это на суп пока я срезала грудинки только грудинки а вот эти остальные косточки я сейчас не буду делать потому что тушенку я буду не сейчас делать сейчас я это унесу в холод а завтра уже я начну тушенку потому что сегодня я не смогу а можно было и сегодня но у меня нет банок завтра муж купит банки с винтовыми крышками чтобы делать тушенку завтра я еще наверно двоих уберу вот ну все и обрезать все все вот это вот буду завтра сейчас замотаю это пленкой у меня нет свободных чашек потому что еще одна чашка у меня вот у меня чашка занята с фаршем я размораживаю фарш сейчас буду делать котлетки так хочется котлеток не представляете как сейчас буду здесь смесить это отправляется в коридор все а мы сейчас будем готовить мы мы громко сказано я сейчас буду готовить ужин ну не пила котлетки ну смотрится конечно не как всегда огромными просто огромными когда они пожарятся они будут не такими начинаю поставлю сейчас как всегда две сковородки осталось немножко но уберу в морозиловку конечно же они как называют с кабачками ну очень я люблю с кабачками очень тем более когда сейчас рубишь птицу там уже есть хоть какой-то подкожный жир но идейка и мускусная утка это конечно не те птицы прямо у которых по пол ведра жира совсем нет но все равно какой-то жирок там миллиметр по три по пять есть и чтоб не было сильно жирно я думаю прям ну вот вообще сам в камеру такие кажется бугры огромная все здесь пальцем истыркала все ровненько а в камеру прям так вообще кажется и вот мне кажется что с кабачком это просто ну просто вот прям отличный вариант все вставлю сковородки и я с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания ешьте витаминки номер номер ну